граф black professional бесконечные диски лежат у меня уже на на месяца три с момента когда они ко мне приехали и вот наконец-то я нашел время снять видос с тестом этих дисков потому что самый главный вопрос диска за рубль 125 это насколько он хорош насколько он бесконечен как заявляет производители если вообще во всем этом смысл давайте разбираться ну понятное дело что ничего бесконечного нашей жизни нету кончить можно все что хочешь и самый главный вопрос вообще подобных вот изобретений это лично по моему мнению их производительность потому что ну конечно когда диск и долго не кончается это хорошо но вопрос остается открытым насколько это все эффективно пилит металл потому что к примеру самые лучшие диски которые на данный момент нашел вообще в принципе на рынке это кубитрон 2 3 м диски есть по моему даже миллиметровые 1 и 2 1 и 6 2 миллиметра есть как 125 так и 230 и 180 и диски и вообще в принципе вся продукция кубитрон меня очень сильно устраивает своей просто колоссальная производительность его скорее всего с ним мы будем сравнить потому что это 16 это 1 и 5 миллиметра и как любое подобное изобретение это тоже имеет ряд определенных условий которые обязательны к исполнению таких как допустим не резать этим диском дольше 50 секунд по вполне себе понятным причинам потому что он греется потому что вот она напыление которое имеется на диске это не что иное как алмазная крошка какой которая каким-то хитрым образом закреплена на металлическом диске и если ее перегреть то понятно она начнет отлетать из плюсов озвученных здесь вот прям на упаковке это то что неизменяемый диаметр диска какой-то степени да это хорошо потому что очень частая проблема это когда ты примеру не можешь что-то отрезать уже просто дорезать до конца потому что диаметра не хватает ладно давайте попробуем сначала будем резать этими дисками то есть вот у меня тут один стоит и вот тут немножко уже в принципе пробовал один рез сделать сейчас попробуем сделать сразу второй использовать в качестве подопытного будем 50 уголок ну это самый распространенный материал я специально не стал дорезать до конца потому что мне допустим очень любопытно какой получается рез по ширине потому что тоже в некоторых и случаях это важно получить ширину реза такую же точно как принципе ширина диска у нас получается здесь нифига себе 2 и 7 миллиметра ширина реза при том что диск у нас полтора это раз во вторых по ощущениям он пилит совершенно не так как вообще в привычный диск он пляшет как дурной то есть и на него нужно больше наваливаться оказывать на него больше усилия для того чтобы он не плясал пляшет он вообще в принципе по понятным причинам потому что он металлический он вообще никак не может самортизировать пилит он сильно медленнее еще из особенности реза это вот большее количество заусенцев чем обычно вы привыкли себе видеть не знаю хорошо это или плохо в любом случае так или иначе будет необходимо обрабатывать металл после реза так что возможно для многих это не будет по каким-то принципиальным моментом но тем не менее факт давайте попробуем еще один трюк который описывается в принципе ну вот здесь вот сзади что он якобы не здесь где-то в другом месте я читал по моему на сайте что он хорошо подходит для обработки поверхностей металлов то есть то что вы не можете сделать обычным отрезным детском то есть нужен шлифовальный диск толстый потому что если отрезным начнешь шлифовать поверхность то как правило диски из-за боковой нагрузки начинает крошиться и и ломаться то есть для этого уже берут 6 миллиметровые диски вот у нас есть кусок страшный чей профильные трубы 20 20 на 20 по моему фиона тут вся в бетоне давайте попробуем вообще насколько вот действительно частота обработки такого диска лучше чем обычного шлифовального потому что шлифовального диска самый главный косяк в том что он абсолютно жесткий он не амортизирует если нужно обработать поверхность то обычно приходится прибегать к таким трюкам как использование не до конца убитых дисков от 230 болгарки и у которых их пример в диск там где-то порядка двух миллиметров иногда трех вот у меня здесь есть бошевские диски по металлу сколько тут миллиметра да вот три миллиметра вот его очень хорошо наполовину изношены на 125 болгарки использовать для зачистки поверхности потому что он достаточно эластичный и в то же время достаточно прочный за счет чего он не ломается и достаточно аккуратно обрабатывает поверхность ну что давайте попробуем вот этим диском ободрать к примеру вот этот вот бетон от которого кстати даже обычный диск вот именно с абразивом и с к с каменным он тупится ну вот что касается обработки боком здесь вот прям совершенно другая картина и я бы сказал что наверное даже этим диском гораздо интереснее обрабатывать поверхность это очень важно для сварщиков когда обычно сваривается какая-то конструкция и где-то что-то нужно пошлифовать и не всегда к примеру вот такая толщина диска влазит где-то возможно это пригодится и по ощущениям зацеп прямо есть но вот что касается реза то очень противоречиво скажем так все здесь обстоит потому что обычным диском реально быстрее удобнее возможно да с большей пылью с большими искрами вот эта самая всем ненавистная воня эбонита связующего на диске присутствует но тем не менее ради сравнения сейчас можно просто взять вот этот же уголок который у нас здесь имеется и я вам продемонстрирую в принципе ну насколько быстрее по сравнению с этим диском обычный диск по-моему данный сравнительный тест даже не нуждается в каких-либо комментариях к примеру для меня самое главное самое критичное для диска это то как быстро он пилит потому что кубитрон он не знаю впереди планеты всей я еще не знаю кто бы мог его опередить в этом плане а когда речь заходит за какой-нибудь супер тонкий там примеру миллиметровый диск то там вообще просто в не конкуренции меня тут еще одно сомнение закралась у меня к сожалению стол пока так себе другого еще нету все в процессе и я что-то засомневался насчет первого теста этого диска потому что стол пляшет и вот сейчас попытаюсь перекрутить на какое-то более стабильное место тиски чтобы они точно пожестче стояли что я подозреваю что из-за вибрации которые сами тиски создают диск не режет чист в общем как ни крути как отрезной диск этот диск никуда не годится потому что у него вот эта вот часть где абразив она самая широкая а тело диска уже получается уже и здесь происходит вот та же самая беда как вот есть специальные диски для маятнивых для маятниковых пил у которых на пайке стоят и вот там если где-то какая-то шевелёшка есть получается рез вот такой вот вот он здесь один в один такой же как бы ты не пытался отрезать ровно пока ты пилишь все равно получается что у тебя вот самая широкая часть она пляшет потому что нет упора в боковую поверхность самого диска и и как бы ты не держал болгарку как бы не пытался ровно отрезать и вырез вот такой вот получается это раз и во-вторых нельзя отделаться от ощущения что он скользит как по стеклу то есть если обычный диск отрезной берешь и пилишь то есть ощущение сопротивления что диск пытается пилить на этот диск нужно сильнее наваливаться что происходит когда наваливаешься понятно он начинает сильнее греться следовательно если нужно много чего-то резать то этот диск совершенно не не годится для этих задач то есть вот к примеру задача что-то обработать вот так да в качестве условия описывается что им нужно работать максимум 50 секунд и минимум 10 секунд ему дать отдохнуть и в подтверждение того что обычным отрезным диском резать получается гораздо точнее сейчас прям вот рядом я сделаю какой-нибудь рез и это будет очень хорошо видно разница видна невооруженным взглядом и еще один момент учитывая то что у нас отрезной диск обычный 1 и 6 миллиметра а вот этот вот диск полтора миллиметра при этом у нас получается ширина реза обычным диском меньше чем ширина реза этим диском потому что этот благодаря вот этой своей возможности плясать тут принципе если сильно потрудиться то можно в принципе даже залезть померить а сколько у него получается ширина основного тела ширина основного тела у нас 1 и 2 разница в три десятых миллиметра дает нам пляску в сторону увеличения ширины реза в 6 миллиметров то есть ровно в два раза больше чем разница в толщинах этого диска из плюсов выдвигается такое как примеру малое количество искр в момент реза он возможно кому-то действительно эта штука будет полезна под какие-то конкретной задачи потому что в качестве альтернативы обычному диску отрезному причем сейчас можно даже какой-нибудь дешевый найти я считаю он не может составить потому что он он медленный и это хорошо видно в сравнительном тесте самый распространенный диск у меня на местности это луга абразив которым работают практически во всех мастерских где я вообще хоть какое-то дело имеют с металлом потому что как обычно большинство работодателей пытаются на этом скроить на самом деле получается что они не краят ничего а только время теряет потому что луга абразив вот она насколько меньше работает насколько меньше хватает на столько она и дешевле то есть средний ценник 125 диска с толщиной 1 и 2 это в пределах 25 29 рублей при том что кубитрон стоит у нас что-то порядка 60 вот этот диск тысячи рублей на яндекс маркете 1130 1079 и даже 1790 рублей он должен прожить 18 раз дольше чем один из самых дорогих отрезных дисков но если они его позиционируют как бесконечно то возможно это в теории в принципе и можно провернуть но остается большой вопрос на самом ли деле это так ну а мы сейчас возьмем лугу и попилим лугой посмотрим по сравнению с самым-самым дешевым и никаким диском насколько в принципе этот диск выигрывает или проигрывает и и и и и и и и да конечно тест не совсем корректный потому что толщина реально решает это из личного опыта потому что даже самый дерьмовый диск даже какой-нибудь ещё хуже чем лугу если взять миллиметровый он будет все равно быстрее вопрос лишь остается насколько дольше его хватит потому что тонкий диск он менее прочный он может крошиться но тем не менее как вы понимаете все равно быстрее я уже примерно предвижу какие будут комменты по поводу данного диска но тем не менее есть один трюк который позволит от этих комментариев моментально избавиться конечно же никаких выводов за вас и делать не буду делайте их сами этот диск останется у меня поскольку я его начал но у меня есть еще два штуки которые специально мне доставили для того чтобы я их смог разыграть среди своих подписчиков я не любитель заморачиваться сильно там с какими-либо условиями давайте поступим самым простым образом те кому хочется получить такой диск на тест пишите что хочу на тест там или что-нибудь в этом роде и чуть-чуть попозже мы определимся с датой уже после момента выпуска этого видео примеру в инстаграме в онлайн трансляции мы просто возьмем топ и комментариев откроем и вот тот кто окажется из двух человек в самом верху по алгоритму youtube а тот и получит один диск себе то есть будет два человека который получит эти диски и мы разумеется постараемся отправить просто почты я надеюсь что вы не живете где-нибудь в новой зеландии чтобы мы себе не ломали голову с тем каких отправить ну а на сегодня все лично для меня все здесь понятно как божий день я надеюсь что вам тоже пишите свое мнение по поводу того удалось это им или нет получить какой-то интересный продукт для каких-то узкоспециализированных задач с вами был неизменно евгений матвеев это была мастерская пит стоп до будущих новых тестов пока